Можно ли вылечить варикозную болезнь раз и навсегда? Очень частый вопрос, когда приходят пациенты и говорят, что ну как бы зачем оперироваться, если все равно все появилось у меня там у знакомого, у родственника, у друга. Он прооперировал и через какое-то время все опять появилось. Можно ли навсегда вылечить варикозную болезнь? Давайте попробуем в этом разобраться. Меня зовут Якушкин Сергей, хирург-флеболог. Друзья, варикозная болезнь, что это на самом деле? Это самостоятельное заболевание, надо разобраться, или это следствие каких-то повреждений, следствие каких-то закономерностей или следствие каких-то причин? Так вот, варикозная болезнь относится к хроническому заболеванию вен. То есть это самое распространенное проявление хронического заболевания вен, именно варикозной болезни. Кроме варикозной болезни есть еще и другие проявления хронического заболевания вен. Но варикозная болезнь – это самое часто встречаемое, это самое часто находящееся на слуху заболевание. Но это хроническое заболевание вен. И учитывая то, что это хроническое заболевание вен, мы не сможем вылечить хроническое заболевание вен в полном объеме. Мы можем любое хроническое заболевание ввести в длительную ремиссию и контролировать его. Вот это мы сделать сможем. И так как варикозная болезнь является проявлением хронического заболевания вен, то варикозную болезнь мы можем вылечить. Но при этом не вылечив хроническое заболевание вен. Так как в 50% хроническое заболевание вен – это генетика. То есть это генетическая предрасположенность. И с генетикой, к сожалению, мы ничего сделать не сможем. Да, мы можем в жизни какие-то сконтролировать какие-то факторы риска. Да, мы можем убрать какие-то факторы риска в течение жизни. Но генетику, к сожалению, убрать мы не сможем. И поэтому варикозную болезнь можно убрать. Это даст нам достаточно длительный, возможно, длительный период ремиссии. Но хроническое заболевание вен, оно никуда не денется. Оно останется. Спросите вы, так зачем же убирать варикозную болезнь, если все равно все со временем выглядит. У кого-то через полгода и такие варианты есть. Это бывают такие достаточно агрессивные течения варикозной болезни. Когда варикозные вены появляются вновь и вновь и проходят небольшие сроки после их устранения. Но это нечастая ситуация на самом деле. Это бывает крайне редко. На самом деле такой варикоз можно сразу увидеть на приеме, что он будет достаточно быстро рецидивировать. Но это не означает, что его не надо убирать. Варикозная болезнь лечится только хирургическим путем. Бывают разные хирургические методы. Это удаление, это лазерная хирургия, радиочастотная хирургия. И поэтому варикоз в любом случае убирать надо. Этим самым мы можем добиться достаточно длительного процесса ремиссии. Но это совершенно не означает, что он не может вернуться. Он может вернуться. Он может вернуться через год, он может вернуться через 5 лет, он может вернуться через 20 лет, и он может вернуться через 30 и более лет. А может вообще себя в жизни больше никак не проявить. То есть хроническое заболевание есть, но оно не проявляет в течение жизни значимыми для здоровья варикозными венами. Ведь чем опасно хроническое заболевание на самом деле? Любое. Причем любое. Мы понимаем, что мы не сможем излечить хроническое заболевание. Но мы понимаем, что если его не лечить, то оно будет прогрессировать и могут возникать осложнения. Любое хроническое заболевание, сахарный диабет, гипертония, мы понимаем, что мы не можем в полном объеме ее излечить. Но почему-то мы принимаем препараты, которые контролируют этот процесс, контролируют давление, контролируют глюкозу в крови. Мы принимаем лечение для того, чтобы избежать быстро развивающих осложнений. Это при гипертонии, это могут быть инфаркты, инсульты. При подъемах давления, неконтролируемых подъемах давления, при сахарном диабете, также могут страдать почки зрения, сосуды, что может привести к гангрене и потере конечностей. Но чем лучше и чем дольше мы контролируем этот процесс, принимая лечение, тем в меньшей степени мы отодвигаем осложнения, так и с варикозной болезнью. Понятно, опять же повторяюсь, заболевание хроническое, но если мы устраним варикозную болезнь, мы тем самым уменьшаем риски и вероятности развития осложнений, характерных для варикозной болезни. А это, вы все знаете, это тромбофлебит, это трофические язвы, это самые два грозных осложнения, которые могут привести нелеченную варикозную болезнь. Вот, поэтому варикозную болезнь мы можем вылечить на время. Но это и называется период ремиссии, наверное, да, это называется период ремиссии хронического заболевания, которое не проявляет, не проявляется и не дает никаких угроз для организма в целом. От чего все-таки зависит, насколько быстро может появиться варикозная болезнь? Ну, опять же, это можно только порассуждать. Первое, это генетика, да, генетический материал мы изменить не сможем, поэтому генетика, если она, чем более выражена мутация в генах, тем выше вероятность повторного появления варикозной болезни. Второе, это того, связано с моментом, как сделана операция, все ли вены удалены, да, все ли вены, которые больные, которые подверглись психологическому процессу, удалены во время операции. Если мы вдруг что-то оставляем, то риск и вероятность повторного появления варикозной болезни, он увеличивается. Поэтому иногда приходится, как бы мы видим, то, что мы не убрали все, иногда в течение какого-то времени после операции приходят корректировать, корректировать и убирать, или склерозировать некоторые венты. Такой подход очень даже распространен и очень даже допустим. Это нормально, это нормально. Не бывает так, что мы сделали операцию и вот прямо на всю жизнь убрав варикоз. Нет, так как это заболевание носит хронический характер. Третий момент. Что изменил пациент в своей жизни, да, понятно, что это масса факторов, влияющие, влияющие в течение жизни на развитие варикозной болезни. Это начиная от каких-то физиологических факторов, например, беременность, да, вот, это подъем тяжести, это лишний вес, это какие-то гормональные перестройки. Так как много теорий есть в возникновении варикозной болезни, поэтому нету какого-то одного значимого фактора. Они все могут быть значимы, если они не устранены, либо частично, либо полностью не устранены в течение жизни. Поэтому здесь больше влияет, наверное, на прогрессирование процесса. Поэтому обязательно врач-то может сделать многое, но и пациент при этом тоже не должен забывать, что он тоже обязан, наверное, либо должен следить за своим здоровьем, следить за своим образом жизни. Это как бы обязательно входит в процесс лечения. То есть, когда пациенты, доктор, вступают в партнерские отношения, а так как любые партнерские отношения, это, в общем-то, деление ответственности на двоих. То есть, по сути, по 50%. В первую очередь, врач выполняет то, что зависит от него. Вторую очередь, пациент выполняет, в принципе, все рекомендации врача. Если он перестает их выполнять, то вероятности и шансы, они значимо повышаются. Вот. Поэтому варикозную болезнь лечить надо и полностью вылечить. Возможно, мы хроническое заболевание вен не сможем, но достичь хорошего и длительного результата после операции, результата и периода ремиссии мы вполне можем. И это вполне возможно, учитывая то, что на сегодняшний день имеется достаточно большое количество методик и методов малотравматичного устранения варикозной болезни. Поэтому, уважаемые мои подписчики, уважаемые мои друзья, варикозную болезнь устранять не надо. Надо. Надо это делать всегда. И, поверьте, все патологические вены, которые образуются, поверхностные вены в жизни, их можно, в принципе, устранять ровно в такое количество, которое появилось. Ничего в этом страшного нет. Потому что эти вены в любом случае в какой-то момент времени начинают только вредить организму, но никак не помогать. То есть наличие варикозной вены – это не есть хорошо, потому что впоследствии это в любом случае к чему-нибудь приведет к такому-то негативному сценарию. Поэтому мой вам совет. Устранять варикозную болезнь надо, если придется это делать и не раз, и не два. Потому что жизнь, она длинная, и даже если у вас период ремиссии будет 10 лет, и после этого появятся какие-то новые варикозные вены, это не страшно. Это не страшно, это можно вполне себе откорректировать, вполне себе убрать и дальше продолжить достаточно качественную жизнь, не задумываясь о том, что это может привести к каким-то негативным последствиям. Вот, поэтому варикоз устранять надо в любом случае. Не надо бежать, скажем так, от проблемы, потому что эта проблема остается в любом случае с вами, и она вас настигнет, и она вас догонит. И чем быстрее это сделать, тем лучше всегда исход. Осложненные случаи из-за варикозной болезни лечить всегда сложнее и дольше, чем неосложненные и бессимптомные. То есть одно дело убрать варикозную болезнь без симптомов и продолжить, и это пройдет совершенно незаметно, и получить прекраснейший результат. Другое дело убрать варикозную болезнь, допустим, с трофическими нарушениями, или с трофической язвой, или с тромбофлебитом. И как бы этот процесс лечения будет всегда занимать дольше времени, и желаемого результата в любом случае не будет. Будет лучше, но желаемого не будет. Поэтому бежать не надо, вернее надо, бежать надо к лебологу и делать оперативное лечение, и удалять вены. Благо сейчас это доступно все одним днем, пришли, сделали и возвращаете в свой привычный режим жизни. Всем спасибо, спасибо, что вы меня смотрите. Всем пока и всем здоровья. Продолжение следует...